В Балтийском море отдали воинские почести экипажу советской подлодки, затонувшей в Великую Отечественную войну. Субмарину С-4 у берегов Восточной Пруссии в январе 1945-го протаранил немецкий миноносец. Ее нашли спустя почти 70 лет. На церемонию прощания приехали родственники членов экипажа. Александр Христофоров подробнее расскажет. Сторожевой корабль Ярослав Мудрый выходит в море. Сегодня у балтийцев особое задание. Его экипажу поручили провести церемонию в память о советских подводниках, которые погибли неподалеку от Балтийска в годы Великой Отечественной войны. Они служили на субмарине С-4, которая теперь покоится на глубине 72 метра. Лодка наша, как предполагалось, в серии 9 БИС. Это однозначно и по внешним признакам, и по тем элементам, которые были обнаружены. В пушке четкая маркировка на прицельном механизме с серп-молот. Можно теперь уверенно сказать, это С-4. Мы очень много потратили время, много ходили, много сил. Было затрачено времени, но свой долг мы выполнили. Подводная лодка С-4 была 38-й в списке пропавших на Балтике за годы войны. Поисковая операция продолжалась 4 года. Сотрудники Музея Мирового океана и Института акадонологии, военные моряки и спасатели работали в архивах, проводили подводные исследования. Как докладывают аквалангисты, рубка этой лодки разрушена почти до основания. На корпусе пробоина глубинных бомб. В результате погружения на поверхность удалось поднять один из раритетов. Внимая религия войны, котелок компаса подводной лодки С-4. На ней есть номер 055 и обозначена дата выпуска – 1940 год. Советская субмарина погибла в начале января 1945 года при выполнении боевого задания. Ее-то ранил немецкий миноносец. Лодка затонула вместе с экипажем, и точное место гибели ее не было известно. Но сегодня эту тайну раскрыли. На церемонию, которую организовала команда небалтийского флота, приехали родные погибших моряков. Вероника Шелякина привезла из Рязани фотографии прадедушки. Потомственный моряк, краснофлотец Виктор Шелякин, был членом экипажа этой субмарины. Сердце тронуло очень глубоко. Даже были слезы, но слезы и радости одновременно, и какой-то грусти, и такие ностальгические немного. Потому что не зря говорят, что война не закончена, пока не найден, пока не похоронен последний солдат. Аквалангисты опускают на дно венок и памятную доску с именами моряков. Теперь эта точка на карте имеет статус памятного места Великой Отечественной. Александр Христофоров, Андрей Терентьев, Вадим Калнобрыцкий. Вести Калининград. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok